Новое видео выходит каждый день в 20.00 Хей, ребята, рад вас приветствовать на новой рубрике на моем канале, или на новом плейлисте, или на новом шоу, или наподобие того, под названием Samp News. Хуй, яры! Также этот субтитр хочет добить к лету 20.00 подписчикам. Подадал, гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Что же большинство зрителей, как у населения ютуба это нравится? Ты будешь моей. Хэштег Луня. А если не хотите, то... Это первое независимое, знаете ли, российское, GTA-самповское, вот это вот сферное, вот это вот индустрийское шоу с новостями из Сампа. А на самом деле я тут просто зачитываю дайджест из журнала Самворлд. Однако, однако, это все равно будет лучше, чем новости Брулева на фоне кровати, как лично мне кажется, потому что они, во-первых, намного информативнее, во-вторых, ну, я не буду рассказывать вам полгода о том, что, ой, а мне на прошлом стриме задоначили так много, ой, а там какой-то человек там разоблачает других самперов, блин, как же это плохо, блин, конечно, ну этот человек, ну он просто долбоёб, ну этот, не, ну этот человек, он просто долбоёб... Блин, я дико извиняюсь, я задел поп-фильтр, я извиняюсь за то, что меня нашло, такое иногда бывает, это синдром Ярослава Брулева называется, вот, как бы, то есть я так подумал, что вообще все равно, что я тут буду делать, это будет все равно лучше, чем у Ярослава Брулева. И вы знаете, вот данное шоу, я так подумал, оно должно было выходить, наверное, каждый день, однако, оказалось так, что редакторы в Самворлде не железные, это, к сожалению, не роботы, и они не могут выпускать вот эти дайджесты, там, знаете, каждый день, именно поэтому самп-новости будут выходить по мере выхода дайджестов в журнале Самворл, потому что именно оттуда я беру все эти новости, которые буду вам тут зачитывать. Новости тут будут, ну, дико скучные, ну, знаете, вот, как по первому каналу обычно показывают вот эти вот новости, там, буду вам рассказывать о каких-то серверах, которых вы даже не знаете, что они вообще существуют в сампе и так далее, однако, это не реклама, то есть на моем канале мало кто будет вообще брать рекламу, тем более в данном случае, тем более сейчас. Ну что ж, давайте приступим. Дайджест за 22 апреля из самповской сферы, из абсолютно всей. Ты же знаешь, что разработчики MyHome Roleplay одновременно разрабатывают второй сервер проекта на 0.3DL. Нет? Блин, ну ладно. Так вот, недавно они начали активную разработку этого сервера. Руководитель MyHome поделился со мной, то есть с редактором журнала Самворл одним из двух оформлений карты Vice City. Такое оформление ты увидишь не только на полномасштабной карте, ну и на радаре, который будет сделан наподобие радара Malibu Project и vc-rp.es. Не знаю, что это за проект, я такие, да мне в целом похуй, это если что писал не редактор, это я чисто от себя добавляю. Отмечается, что радар будет сделан самостоятельно, хоть и на базе идеи западного скриптера. А Modulus Playground, если честно, то не знаю, что это за сервер такой интересный, однако давайте вам про него сейчас расскажу. Хорошие новости для сталкеров. Разработчики решили добавлять различные секреты в локации, развивающие лор серверов. На новой локации кладбища контейнеров игроки могут найти вход в лабораторию Х-24, в котором помимо различных ништячков можно найти различную документацию и наводки на другие секреты. Также на территории химзавода была размещена арена по конструкции, напоминающая новую, ранее мной упоминаемую, то есть редактором, локацию. Advance Roleplay. Идея с Форд Боярдом оказалась удачной. Это отмечают представители проекта. По их словам, они получили множество позитивных отзывов, а количество участвующих в мероприятии игроков оказалось запредельным. Ну то есть вместо двух человек, которые раньше участвовали во всех этих мероприятиях, их теперь пять. Ну, поздравляю Advance Roleplay, красавцы. Так вот, также было отмечено, что мероприятие было несколько доработано. Так, если за три минуты до старта игры зарегистрированный участник не появляется у Форта, он отстраняется от участия. И его место может занять любой желающий, что позволит поиграть игрокам, не успевшим зарегистрироваться предварительно. Форд Боярд будет работать до 30 апреля. А я бы зашел поиграть разок. Ну, разумеется, это написал редактор, а не я, я бы. То есть на Advance зашел только за большие деньги, но это не имеет особого значения. И дальше у нас идет Change Log Time, как написал редактор. И какие-то, знаете, абсолютно неизвестные для меня сервера по типу Flynn Roleplay, GHV Project, GTA Roleplay, там, Absolute Roleplay, FUA, Net... Ну, в общем, я думаю, что это не имеет особого значения. Просто давайте я вам сейчас зачитаю вот эти самые Change Log'и. Flynn Roleplay. Сделана система состояния транспортного средства. Улучшилось состояние транспорта, можно в СТО. Переработан расход топлива. Теперь он зависит от состояния ТС. Сделана система номерных знаков автомобиля. Все номера имеют разную стоимость, в зависимости от комбинации. Появилась возможность продажи или обмена номера автомобиля. Изменили Slash Cars. Теперь он более информативный. Исправлена цена автомобилей семьи. Исправлена команда Slash Radio. Исправлена команда Slash Demode. А мелкие исправления и фиксы. Но мы-то знаем, как работают эти Change Log'и. Это они просто пишут всякую хуйню. А потом говорят вот этим вот, знаете, журналистам. Чтобы они вот это вот написали. Но это опять-таки от меня. Вот эти вот, знаете, все дайджесты. Я думаю, после этих слов они точно не возьмут меня своим журналистом. Или своим, знаете, представителем. Точно не запостят меня в свою группу ВКонтакте. В свой журнал. Ну, после такого я бы, на самом деле, тоже не запостил. Однако, переходим к GHV Project. Исправлена ошибка с минусовым опытом при получении нового уровня стажа работы. Изменен транспорт для лидера департамента полиции. Исправлена ошибка с командой Slash Prank Edward Bill. Исправлена ошибка с расстановкой объектов в гаражном кооперативе. Исправлена ошибка. В общем, они тут в основном исправляют ошибки. Вот это GHV Project. Я так и думал, что это какая-то хуйта ненужная. Поэтому не имеет особого значения. GTA Roleplay. Добавлено 24 дома эконом-класса стоимостью 250 тысяч долларов. Добавлена возможность продажи бизнесов. Странно, что это какой-то ченж-лог, который вышел только сейчас. У этого, знаете ли, GTA Roleplay. Насколько я знаю, GTA Roleplay это какой-то вот, знаете ли, сервер в... Ну, сервер от Lux Roleplay бывшего. Ну, ладно. Не имеет особого значения. Я думаю, что это тоже не особо-таки и нужно читать. Absolute Roleplay. Недавно серверы сменили свои IP-адреса. Так что не забудь поменять. Если играешь, увидел, как один парень пригорел, когда зашел на DM-сервер вместо RP. Ой, бля, этот Absolute Roleplay, я думаю, что вот эту строчку в этом самом дайджесте можно было вообще не писать, потому что, ну, в самом деле, блядь, кто играет на Absolute Roleplay, мне абсолютно непонятно. То есть, так же, как и вот эти вот их абсолютные боты на их абсолютном сервере с абсолютным Roleplay. Я, конечно, дико извиняюсь, но так или иначе. For Network. Рок Свитчуи провел интервью... А, ладно, это не особо важно. Ну, а на сегодня все. Дайджест завершен, а также авторитетные неподкупные новости закончены. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.